здравствуйте друзья сегодня особый день знаете почему мы с вами будем знакомиться пусть посмертно с одними самых выдающихся садоводов современности с этим латинковом вот ушел безвременно прошу не считать его данном случае лекция абрикоса как а лечебных свойств абрикоса а их влияние на онкологию на здоровье в целом я прошу вас не считать это как-то связано с его личной судьбой нет он не умер от старости он не умер от допустим онкологии он погиб вот погиб безвременно но друзья остались и один из них может быть даже его лучший друг и моя роль в этой жизни раскрыть его талант его потенциал для всей страны это мой долг я буду знакомить вас много-много мы с ним сняли много телемостов но они уже давно забыты вот у меня есть его материалы я хочу познакомить с ними постепенно постепенно вот этим обогатить извините за пафосные слова обогатить нашу науку сколько смогу столько смогу так проверяю идет запись запись идет как это будет выглядеть серия 1 серия 2 серия 3 вы постепенно познакомитесь с уникальным человеком где-то буду останавливать и давать свои комментарии поехали минус 14 градусов это запредельная температура для любого растения запредельная ему без разницы поняли о чем речь пойдет об уникальном матрушском абрикосе вот посадили замульчировали он начал расти и этот абрикос вот есть такое выражение материал на весь золото вы понимаете это условное обозначение а дословное дословное это действительно это не то что на весь золото это кратно дороже золота почему потому что все мы имеем когда-то критичный возраст когда-то критичный этот критичный возраст надо поддерживать а поддерживать чем ну и предлагают иди в аптеку купи лекарство это всегда тысячи здесь вы будете выращивать 10 20 40 ведер абрикосов снимать с этого богатыря и здесь будет просматриваться не просто не сочтите его за человека который преувеличивает который здесь привносит коммерческую составляющую он говорит о манджирском абрикосе я повторил это все забросским мы с Латинковым повторили 40 ведер это в моем саду поэтому не пугайтесь этой цифры это факт вот мне неудобно только вот сейчас брать переходить и говорить тут посмотрите какие у меня абрикосы ну просто поверьте мне в других фильмах вы видели невероятное количество плодов на манджирском абрикосе моих и на их этих на сценарях манджурцы вот ну давайте посмотрим теперь что творится в его саду и послушаем уникального человека то вы будете снимать мякоть которую вы будете употреблять в пищу а здесь просматривается и лечебная составляющая лечебная составляющая а теперь я хочу просто поскольку слова мои могут не дойти до судоводов не дойти до людей любое любое исследование оно должно быть четким конкретным вот по этой причине я зачитаю то что ученые нашли в этом априкосе в этом априкосе то есть манджурской линии то есть горчинка это и есть та самая лечебность о которой сейчас я вам просто зачитаю я обязан это сделать своими словами сказать это ничего я обязан зачитать тот материал который провели исследования ученые сорта эндемиков сорта эндемиков тысячи лет в приморье под общим названием манджурские я перечислю те сорта образцы над которыми работал Бродский Юрий Васильевич то есть он собрал не просто дикие формы а эти дикие формы перевел в гибридные формы но лечебность там сохранена культурность там забрана знаете откуда это все ну извини дружище что это вмешиваюсь в этот разговор мы дружили с Бродским и мы воспринимали его информацию мне понравилось любимое выражение Бродского пчелы не знают границы между культурным и диким садом пчелы не знают вот поэтому пусть люди не удивляются что как это так манжурис дикарь а он еще и вкусный или с легкой горчинкой и по этой причине по этой причине они стали не просто горькие они стали с горчинкой горечь ушла горчинка осталась и в то же время осталась лечебная составляющая о которой сейчас я скажу манжурский это хор долинный манжурский гибридный мать орочей патриарх хора хребет абрикосовый скальный хабаровский патриарх все формы наиболее насыщены лечебным лаэтрилом амегдалином В17 угнетающим раковые клетки рак это практически у нас у каждого человека раковые клетки но у нас есть такое понятие иммунитет человека у одного он сильный они спят в латентном спящем состоянии как у растений программа молчит а есть они пробуждаются только организм ослабел раковые клетки начинают работать вы понимаете то есть вредное производство курение мясоедение это практически каждого касается выхлопами дышим уральцы это экология вообще никакая стартовый крючок включен по этой причине у каждого садовода вот это лечебник должен быть вообще без вариантов это здоровье детей это ваше здоровье здоровье вас пенсионеров это будущее всех нас 18 умилитающие раковые клетки витамин 18 лайтриламидалин называют совершенным химиотерапевтическим агентом который выборочно действует на клетки притягивается к раковым клеткам в которых содержится бета глюкозидаза глюкозидаза уничтожает их не разрушая здоровую ткань создается впечатление наличия в нем специфичных свойств предупреждению и сдерживанию раковых заболеваний для челямистка актуальность 100% кроме того это вещество действует как более утоляющее средство улучшает обменные процессы замедляет процесс старения семья абрикоса было объявлено лекарством так про болеутоляющее у меня пока всего не больше трех человек которые заинтересовались манджорским абрикосом это один из тех что он перечислял у меня растет в виде огромного дерева тот самый который не каждый год он может 3 ведра дать 20 а дважды было 40 за 40 ведра и тем не менее вот это случай Москва значит письмо от женщины спасибо за косточки муж употребляет у него прошли боли у него наладился сон снова с интересом работает на даче вот что там было дальше я не знаю может быть у них из живых но помогло хотя бы временно уже точно помогло а может быть уже и все страшное позади то есть наука назовем ее классическая плюс наше любительское подспорье в виде ядовших манджурских абрикосов все-таки письмо можно сказать оптимистичное причем клянуть богом это правда все вот поэтому услышав слово обезболивание я взял и вставил свою реплику имею на это право от многих известных видов рака еще 35 лет назад ученые заявили что если эти семена входят в ежедневную диету человека раковые клетки у него никогда не будут развиваться они утверждают что ежедневное потребление 7-10 семян абрикосов охраняет организм от развития рака а если лишь присоединяясь к предыдущему оратору ну скажу начинать надо буквально с одной косточки с одного ядрышка подождать почувствовать на следующий день неделю 2-3 постепенно потому что в них еще есть синильная кислота и может быть тот же самый принцип знаете как я говорю вот моржевание можно уличить многие смертельные пример привожу посторонний вот Как я вылечил смертельную астму Вот И вот 100 человек кинулась Вылечивать смертельную астму 99 вылечили асот и умер Тромбообразование Обстановка сердца Мы с ним молодые Вот так же такой же случай 7-10 ядрышек Но постепенно, аккуратно И может быть если речь пойдет О профилактике Еще никаких Пока никаких симптомов Опухолевых нет То тогда просто может быть 2-3-5 ядрышек Чтобы не переборщить на всякий случай А вдруг кто-то Один из 10, сотни еще и отравится То есть Для действительно Очень больного человека Это может послужить панацеей 7-10 ядрышек в день А для профилактики может быть поменьше А если рак уже развился То при употреблении Витамина В17 Уменьшается размеру опухоли Услышьте Наши девчонки С ума посходили В груди накачивают И в онкологию Очень многие попадают Все палаты забиты Девчонками Не образуются новые метастазы И даже безнадежно больные люди Побеждают рак Вы только услышите это В экспериментах под микроскопом Было видно Что после добавления Витамина В17 Раковые клетки Разрушаются и погибают Каким способом Производить употребление Этих косточек Ядра априкосовых косточек Настоять сутки в воде Вторые сутки Водовая должна быть Чистая Родниковая За вторые сутки Воду слили Они просто в баночке стоят В тепле То есть идет пробуждение Жизненной энергии Идра Она пробуждается И после этого Мы положили ее в холодильник Дружище Спасибо Я каждый день съедаю Три-пять Ядрышек Сухие В голову не пришло Ну вот пожалуйста Век же век учись Я вроде других учу А теперь оказывается У меня учитель есть Спасибо Алексеевич За эту подсказку За вымачивание И так далее И начинаем употреблять Вы понимаете То есть Этим самым Мы предохранили Себя И свое ближайшее окружение Абрикос это Да Мы на Урале живем Могут быть возвратные заморозки Но если он Этот богатырь вырастет Вы представьте себе У вас саду До размера Так Стоп ребята Значит пока На этом Уже мы с вами Аж Сколько-то минут Посмотрели И пусть это будет серия номер один Вот Как говорил Этот серий Вспоминаем Запоминаются Последние Вот на этом Первая серия Заканчивается А дальше Как я вспоминаю Я уже этот фильм Видел один раз Вот Дальше Пойдет уже Достоинство Самого Можистского Абрикоса Как саженца Как зострого дерева Пусть это будет второй фильм Я вас Отдельный фильм Я вас Как бы сказать Интригую Вот А пока Дружище Царство тебе Небесное Что тебе Желать Ты уже там Наверное В райском саду Работаешь Для меня Райский сад Это возвращение Души Твоей В частности Твоей души Благородной Души Где-то уже Наверное В новом теле Наверное Это планета Подобная Земле Наверное Там Помягче Климат Но проблемы Всегда есть С абрикосами И в мягком Климате Там бывает Еще больше Проблем Чем у нас Сибиряков У нас Мороз Этот самый Санитар Не только Губитель Но и санитар Поэтому Мы еще будем Эту тему Продолжать А тебе Огромное Спасибо За этот Фильм Назовем его Сейчас я подумаю Как его назвать Итак Значит Там будут Слова Наверное Наследие Латинкова Серия Номер один Что-то в этом Вроде Все друзья Давайте Пока Все Мы с вами Пока Расстаемся На этом Ох Как вы не любите Длинный фильм Я тоже Начал С длинных Уставать Поэтому Останавливаю Запись Останавливаю 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 Останавливаю